Скажите, пожалуйста, какое градостроительство у нас ведется в городе за все последние годы существования независимой эстонской республики, нашей на армии? Я хорошо понял. Я так понимаю, что для вас, наверное, ассоциируется слово градостроительство в домах. Согласен, что не только сколько зданий будут построены, давайте посмотрим, сколько построено новых торговых центров, давайте посмотрим на то, сколько построено объектов за европейский день. То есть слово градостроительство имеет очень расширенное значение и подрядца подходят абсолютно все. И улицы, и замена труб, и променад, и так далее. То есть тут вопроса нет. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас как у председателя статистика такого рода? Сколько заседаний комиссии было произвело, сколько вопросов было передано, и какие вопросы не своевременно были подготовлены к комиссии для осмотрения городского создания? Когда они подвели вас как председателя и подвели городскому? У меня такой статистики в голове нету. Могу сказать, что касательно подготовки и вопросов на соседании городского собрания, из-за этой комиссии ничего не тормозилось. И лично никакой критики к ним не имею. Какая главная причина обвинения? Значит, было бы очень глупо, если бы я сейчас взял вот этот пояснитель, но, не знаю, что я могу читать. Да, если бы вы просто думаете, то, что про меня-то думаешь. Я поэтому это делать не собираюсь. Да, мне не очень хорошо стоять и не очень приятно докладывать данный вопрос, но в жизни есть вещи, которые придется делать, нравится или не нравится. Если это было поставлено в задачи мне, я его сделаю. В один, это чисто политический вопрос. Также не буду скрывать, это делается не только в народе, это делается в всех городах Эстонии, это делается на уровне правительства, в парламентах. Когда парламент отменяет принятые решения и распоряжения городов, могу привести самые простые примеры. Сталина, когда управа принято решение, вернее, воли принято решение о том, чтобы обложить налогом плывучие средства, парламент взял его отменен. Хорошо, плохо – это уже другой вопрос, но я думаю, что я ответил. Всем, понятно, присутствующим, что это чисто политический вопрос, но здесь немаловажный фактор, где интересы города, интересы города, интересы горожан. И вот это убирает, так сказать, серьезные комиссии, которые работают, это же идет явный вопрос. Когда вы, я думал, у меня сейчас не переведите, ввиду того, что действительно комиссия работает, не справилась, плохо работает и так далее. То есть чисто политическое решение, безосновательность применяется. Я вам отвечу, что создается новая комиссия, которая должна будет решать те задачи, которые будут поступать в те проекты, которые были раньше. Я не сомневаюсь, что новые комиссии будут также уважаемые люди. Я не сомневаюсь, что многие из тех, кто работали в этих комиссиях, будут снова задействованы. И я не думаю, что по упору в основном. А почему бы Советы Фракции было бы не снять председателей обеих комиссий, Вяги и Аруха, а комиссии продолжали работать. Сегодня выбрали бы на уроке кстати. Чтобы честно было, да? Да, потому что там же 8 человек депутатов работают в этой комиссии. Я, например, почему уступаю, потому что на космосе пар депутатов, ну, отрабатывающей исторической зале, ну, посмотри, как проголосуют 8 депутатов, которые находятся вот в этой выкоре. А как нам себя вести? Как? Ну, я не даю каких-то советов, как себя вести. Нет, ну, мы-то так все переделали. И, что прочее, я тоже хожу в одну из третьей комиссии. В партовой ситуации все будет. Ну, значит, уходи. Не переживайте. Не будет партов. Сами себе. Еще вопросы договорились? Вопросов больше нет. Я услышала сейчас все то, что я и думала, что я услышала. Первое. Я задала вопрос не случайно господин Карман по поводу того, что такое градостроительство. Он очень правильно ответил. И я и считала точно так же, что это и дороги, что это и променады, что это и все на свете и все остальное. Что это, извините, городское хозяйство и имущество. Это то, чем занималась данная комиссия. Второе. Я благодарна господину Тарман за то, что он честно и прямо сказал, это политическое дело. И умные люди нам, чертовой матери, не нужны. Поэтому я просто напоминаю. Если вы забыли, а я хорошо это помню. Все здесь в прошлый созыв работали в комиссии. Все в комиссии как-то работали. И когда однажды мне пришлось разобраться, как же работают эти комиссии, то я прямо скажу, единственная комиссия, которая работала вне всякого конкурса со всеми остальными, даже с финансовой, которая тоже неплохо работала. А на уровне всех остальных идут вас, сидящих председателей и заместителей, которые там были. Эта комиссия работала лучше всех. И только по одной причине или даже по нескольким причинам. Первая причина – там был хороший состав, действительно хороший состав. Здесь были и предприниматели, и экономисты, и хозяйственники, как раз то, что нужно городу. Второе – эти люди, они, надо сказать, свое мнение высказывали, и у них при решении не было мнения председателя, который их бы заставил прорабатывать вопросы так или голосовать так, как нужно председателю. У нас есть эта практика, к сожалению. Обрабатывали до того до комиссии всех подряд. Не дай бог, если кто-то возмутится или неправильно скажет, то он и НТЛ не выиграет, то он и не пройдет по конкурсу и т.д. и т.п. Это политика. И третье – именно господин Мягин, я его, кстати говоря, раньше не очень-то уважала, честно говоря. И были у меня всякие мысли по поводу этой кандидатуры. И более того, когда меня ввели в эту комиссию, и мне пришлось работать с комиссией по городскому хозяйству и имуществу, я абсолютно изменила мнение об этом товарища. Почему? Да потому что он очень грамотно подходил ко всем вопросам. Я даже удивилась, думаю, ну ничего себе, я вообще по-другому совершенно думала. Он очень внимательно, буквально до строчки, до каждого закону доходил. И это было здорово. И действительно, он на всех убеждал, если неправильно что-то, и он никогда не убеждал, если у кого-то было другое мнение. И, как правило, в первое время у меня тоже было всегда другое мнение, а потом оно зачастую складывалось, ну я имею в виду, с председателями. А в итоге всегда решали так, как решила вся комиссия, а не председателями. И поэтому я удивляюсь, что, оказывается, сегодня нам вообще не нужны умные, грамотные люди. Никто другой, кто бы вы мне не рассказывали, сидеть не будет так под документами, как сидел этот человек. Он везде, он в собрании был правильный, где хочет пройдет по всем учреждениям и так далее. Ни Межуй, ни Иванов, ни Петров, ни Федоров, ни Силикова даже, не будем сидеть, поверьте. А этот занимался. И если вы помните, то эта комиссия, действительно, она одна из глав. Может быть, не так много работала комиссия, как Вадим Орлов возглавлял. Федор, когда ты будешь уступать, то и уступай на здоровье, вот и все. Значит, не так работала эта комиссия. И, может быть, то, что вы сегодня придумали про оградостроительство и там еще не знаю чего, это, извините, пожалуйста, просто смешно. Вы придумали это только для того, что согласно вашему положению мы по-другому не можем быть. Это я отвечаю на ваш вопрос, госпожа Лизавета Чертова. Мы по-другому не можем сегодня просто снять этих двух председателей и других поставить. Вот и все. Поэтому у меня, конечно, склад есть свои мысли на все это. И я понимаю, что нужны сегодня более удобные люди. Неудобные, умные не нужны вообще ни Центрической партии, ни коалиции, ни гособрали, ни городу. Нафиг мне все нужны, как говорит почти что наш уважаемый руководитель. Так вот, уважаемые друзья, я, конечно, не забуду об этом, постараюсь все нашему народу в городе России четко, конкретно и подробно по поводу того, как у нас принимают. И мне очень понравилось, еще раз подчеркиваю, что я везде скажу о том, что сегодня городом правит политика, Центрическая партия, которая ни с кем, ни с кем не считается. И, как говорится, вперед за лево встречи. Если вы такие разумные, то вы сегодня не сделаете этой глупости. Все.